В ТВЦ В ТВЦ В ТВЦ Так, на кого я ориентируюсь? Кто вопрос задаёт? Василиса? А сейчас, вы? Все готовы? Операторы готовы? Световики, раз, два, три, четыре, пять Вышел зайка погулять Видно, слышно? Я ТВЦ не слышу, готовы? Да, мы все слышим, да Алексей Алексеевич, расскажите О тестовом запрышке гигантского шара В этом году также был перебит Буквально рукой в прошлом году Гуру увеличилось на 17 метров Ну, действительно, сегодня Мы наблюдаем Работу в тестовом режиме Самая большая нагрузка Можно в этом сказать, новогодняя игрушка Которая вместилась здесь, на Днежной площади В рамках фестиваля Путешествий в Рождество Который начнется уже буквально В пятницу 18-го декабря И продлится до 18-го января Сколько это было принято В этом году В этом году В этом году В этом году Эта игрушка уникальна чем? На 6 метров больше В этом году Это, приемки Передушественника Подового Новогоднего othпушара Здесь Вот В этом году Вся конструкция Вся конструкция Весит 26 тонн и на ней размещается 23 тысячи светодиодных светильников, которые позволяют людям видеть шоу, садовое, как и садовое, и позволять за какой-то ингредиент. Но параллельно с этим идет оформление, если у нас большинство 24-го улиц города, у нас будет около 38 защадок, фестиваль путешествует с садово, а основные улицы и инспекторы будут красиво украшены и фестиваль, и даже не статусы. Алексей Алексеевич, в то же время на шаре появилась карта России, с чем связан выбор этого дизайна, и будут ли фестиваль готовы еще инфраструктивными элементами? Карта в России разместили дизайн, на свете она очень удачно вписывается, ее хорошо видно со всех сторон, а выручена она к тому, что здесь шоу, и на площади отличается она одна из главных площадок путешественного общества, лабиринт, который расскажет об истории Рождества, в годах в нашей стране, но и сам лабиринт пойдет дальше в виде карты для сельской организации. А шар будет стоить, да? Шар будет работать долго, в нем загружено более 500 различных программ, я думаю, что все желающие, в исключении гостей с вами, будут идти и продаваться, но будет работать над этим вот таком. как будет работать с большей елочной игрушкой, хватит ли электропитания в самый пик на родные праздники? Елочная игрушка будет здесь работать, заработать уже в полном режиме с пятницы до 18 декабря, проработали мы, я думаю, что практически не будем на 5 февраля месяце, но электричества хватит, тем более, что была специальная подстанция, продать для практического хозяйства, какие-то проблемы с электрическими питаниями не было. Все, коллеги? Скажите, мы сегодня общались с москвичами, с гостями, с лолицей, с теми людьми, которые делают вот этот фестиваль, прошлись по всем площадкам, они все говорят, что никогда в жизни ничего подобного не было, по красоте и по масштабу. Вот чего вы добиваетесь? Ну, мы, наверное, добивались любить всех, и посвятить это сделать хорошее, масштабное, конкультурное мероприятие, чтобы все могли прийти, подбиваться, наступить большое количество гостей из регионов Российской Федерации, из ближнего и дальнего зарубежья. Мы рассчитываем, что все те площадки, в 38 и более 400 столей установлены, само собой есть арт-объекты, места арт-объектов различных установлены на наших площадках, одна из этих фигур, она находится здесь на елочной игрушке. Рассчитываем, что по масштабу мы превзойдем многие-многие столицы мира, ну, а вот эта елочная игрушка, значит, она должна попасть в не только по пинусам, она действительно самая большая на планете. А декорации будут подавать на рекорд? Да, мы будем подавать на рекорд, и у которой мы создали администрации ее как самый большой на елочной игрушке. Спасибо.